Во вторник, 29 августа, на очередном заседании Кабинета министров было принято решение одобрить инициативу депутатов Даугавпилского краевого самоуправления и ввести чрезвычайное положение на территории Даугавпилского края. Зачем нужны такие меры? Потому что только в таком случае крестьяне могут рассчитывать на компенсацию урона, нанесенного стихией. Напомним, на прошлой неделе на протяжении суток 23 и 24 августа шел непрекращающийся ливень, который затопил не только луга, но и обработанные поля. Лишь в Даугавпилском крае предварительный ущерб составляет свыше полутора миллионов евро. Под водой находится более трех тысяч гектаров земли. Это и вызвало то, что надо просить правительства, чтобы объявили чрезвычайную ситуацию. Потому что наши крестьяне, они же заключившие договора с Дзирнауникс, у них же определенно есть банк кредиты. Это все зависит от того, как дальше будет. Потому что не все площади, если сегодня еще вода поднимается, она не уходит, это значит, что этот урожай уже не будет. И то, что уже эти убытки будут, и крестьянам трудно будет рассчитаться с банками. Конечно, это все связано. Хозяйство Виктора Калана «Клявас» возглавляет список наиболее пострадавших. Он уже давно занимается выращиванием зерновых. На территории почти тысячи гектаров в Ликсне и Скрудолене у него растут озимые, рожь, пшеница. Также он выращивает ячмень, кукурузу, бобы и другие культуры. На сегодняшний день под водой находится почти 600 гектаров. Уборка урожая – это все-таки август месяц. В этом году уже началась такая штатная ситуация с того, что началась уборка урожая не 1 августа, а только 15 августа. И второе – в самом начале уборки не было погожих дней. И мы понимаем, что вот после этих обильных дождей, которые произошли именно в среду, вечером, ночь и четверг целый день, А на сегодняшний день под водой находится большая площадь. Хозяйство сегодня имеет 960 гектаров земли, которая обрабатывается. Всего более 1000 гектаров земли в хозяйстве, пользование. И успели убрать, хотя работает до 12 часов, до часа ночи, успели убрать всего лишь 100 гектаров земли. Большую часть оставшегося урожая спасти уже вряд ли удастся. К некоторым участкам из-за воды даже близко подойти нельзя. Положение частично может спасти теплая и недождливая осень. Но синоптики дают неутешительные прогнозы. По словам Виктора, если в прошлом году из-за дождей не удалось убрать урожай на территории не более 5 гектаров, то в этом году речь идет о сотнях гектаров. И такая плачевная ситуация сложилась во многих хозяйствах Даугавпилского края. Ситуация с дорогами тоже ужасает. Из-за дождя очень многие были размыты или практически уничтожены. О том, как это все происходило, на протяжении всего дня, 24 августа, информировал депутат Даугавпилской краевой думы Алексей Мацкевич. Он выкладывал видеоролики на своей страничке в Фейсбуке, привлекая таким образом внимание не только простых жителей, но и руководства страны. Вся активность в социальных сетях, она больше, наверное, связана с эмоциональной составляющей. Хотя в первую очередь я выкладывал эти видео для того, чтобы распространить информацию. К сожалению, уже в обед, в четверг было понятно, что действительно мы столкнулись с таким бедствием, с которым, наверное, Латвия за всю историю гео- и метеонаблюдений не сталкивалась. Это напрямую можно сказать, что это был поток века. Алексей живет в Бикерникской власти, является директором местной школы. По его словам, на данный момент только на этой территории от внешнего мира отрезаны четыре семьи, в том числе одна многодетная. К счастью, удалось найти способ, чтобы доставлять пострадавшим питьевую воду и продукты. Но дороги по-прежнему находятся в ужасном состоянии, проехать по ним просто нет возможности. И с большей вероятностью далеко не все школьники власти первого сентября смогут приехать на праздничную линейку, а возможно и без опоздания начать учебный год. Причем с такой же проблемой столкнулись и жители других властей. Обо всем этом депутатам было рассказано на внеочередном заседании, перед тем, как они должны были принять решение о том, стоит ли просить правительства объявлять чрезвычайное положение. За это в итоге проголосовали все народные избранники. После чего председатель Думы Янина Елинска отправилась в Ливаны, где прошла встреча руководителей самоуправления Латгали с премьером-министром Латвии Марисом Кучинским и министром окружающей среды и регионального развития Каспаром Герхардом. Ущерб, причиненный инфраструктуре региона, оценивается в сумму около 700 тысяч евро. Было заявлено о 194 размытых участках дорог. На их ремонт необходимо почти 600 тысяч евро. И о повреждениях на 44 объектах инфраструктуры. Для того, чтобы привести их в порядок, потребуется немногим более 100 тысяч евро. Учитывая все эти жалобы, во вторник на заседании правительства министры приняли решение объявить в 27 краях Латгала, Земгала и Витзема чрезвычайное положение, которое продлится с 29 сентября по 30 ноября.